5179 участников, 74 олимпийских и 36 мировых рекордов. Все это статистика Олимпиады 1980 года в Москве. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Прогулки по Москве». И сегодня мы поговорим об Олимпиаде, которая проходила в столице. Олимпийский комплекс «Лужники» – один из крупнейших спортивных центров России и мира. В прошлом эта огромная территория регулярно затоплялась из-за разливов Москвы-реки. Тогда местные заливные луга и были прозваны «Лужниками». Теперь «Лужники» стали зоной отдыха и развлечений. Добраться сюда можно пешком от станции метро «Спортивная» или «Воробьевы горы». И не забудьте полюбоваться на них со смотровой площадки, что около главного здания МГУ. Спортивная история этого района началась в 1954 году, когда советское правительство приняло решение о сооружении большого московского стадиона. Спустя полтора года уже состоялось его торжественное открытие. Но этому стадиону было суждено неоднократно перестраиваться и совершенствоваться. Особенно масштабная реконструкция «Лужников» была накануне 22-х летних Олимпийских игр. Был построен универсальный спортивный зал «Дружба», реконструированный бассейн и дворец спорта. До большой спортивной арени впервые в СССР были установлены табло, на которое выводилось видеоизображение. А четыре осветительные мачты высотой в 56 метров водрузили вокруг главного стадиона для обеспечения качественной телетрансляции. Именно здесь происходило открытие и закрытие игр, а также соревнования по легкой атлетике, волейболу, водному полу, прыжкам в воду, дзюдо и футболу. Когда три года назад мы стояли на проспекте Гагарина, то видели лишь котлован, сваи и в опалубке первый этаж. Сегодня универсальная спортивная арена построена. Мы, строители, ждем праздник Олимпиады с не меньшим волнением и радостью, чем спортсмены. Из письма бригадира Каменщиков треста номер 16 глав Ленинградстроя в газете «Смена» 11 мая 1980 года. Три года до Олимпиады сотрудники стадиона наблюдали репетиции открытия и закрытия игр. Именно Москва положила традицию протокольных церемоний в виде яркого, театрализованного представления. 22-я Олимпиада ставила рекорды в спорте, строительстве, зрелищности. Страна Советов должна была быть первой во всем. Сегодня говорить о спорте мы будем вместе с мастером спорта по лёгкой атлетике Татьяной Забираловой. Татьяна, спасибо, что пришли к нам в студию. Расскажите, что вас лично привело в спорт? Ну, изначально это было, так сказать, желание, наверное, родителей. У нас вообще в третьем классе проходил отбор. В пятый класс хотели делать спортивный класс, отдельный спортивный класс выделить. И к нам в школу пришла тренер. И среди всех третьеклассников отбирала спортсменов, которые, я так понимаю, что обладают определенными талантами, которые способны были показывать какие-то результаты дальнейшие. Вот, и я туда попала, ну, так же отобралась, и родители дали свою согласие на то, что я занималась в спортивном классе, училась, и, соответственно, занималась дополнительно лёгкой атлетикой. Но вам вообще нравилась лёгкая атлетика? Ну, думаю, что да. Но единственное, что у меня были всегда вопросы к тренеру, почему меня отобрали в этот спортивный класс, потому что у меня поначалу, ну, вообще ничего не получалось. То есть там были определенные упражнения, которые, ну, показывали степень физической готовности, там, ну, может, допустим, на гимнастической стенке удержания, там, уголка. Я вообще этого не могла, там, бег, челнок, не знаю, как я там его пробежала. То есть у меня были большие вопросы, как бы, как я оказалась в спортивном классе. Потому что поначалу, даже когда мы ездили на соревнования, у меня, ну, то есть не было результатов, там, призовых мест. Для меня всегда это было, ну, таким осадком, да. То есть я расстраивалась, но всё равно на следующий там день я приходила на тренировку и порно продолжала тренировки. А вот ваши первые медали, помните, что это были за соревнования? Слушайте, ну, первые, ну, наверное, это когда уже я поняла, что у меня, ну, действительно, я поверила тренеру, что я поняла, что у меня, как бы, в будущем. То есть бывает так, что у кого-то сразу результат, да, вот уже непосредственно начинает человек заниматься, да, и, как бы, сразу какие-то есть результаты. А у меня, так сказать, с таким, с отложенным, с отложенным результат, да, впоследствии. И это был, наверное, класс 8 или 9, у нас проводилось соревнование в Манеже. И тогда, там, 30 метров, там, прыжки в длину. Ну, то есть я уже поняла, что я, там, занимаю призовые места, там, вторые, третьи. Для меня это тоже была уже внутренняя победа, там, да, и я понимала, что та работа, которая проделана, она не напрасна. И, то есть я верила тренеру своему, который говорил, что, ну, действительно, все будет, да, все будет в свое время. Уже совсем скоро вы узнаете, какие рекорды Олимпиады-80 вошли в Книгу рекордов Гиннеса. Оглядываясь на прошлое, да, вот каким человеком вы были, ну, или каким ребенком вы были до того, как пришли в спорт, в легкую атлетику? И как изменились благодаря вот этим тренировкам, неудачам, удачам в будущем? Как это вообще повлияло на вас? Ну, несомненно. Вообще, получается, здесь вырабатывается такое, знаете, как цель. Вот у тебя есть цель. Ты приходишь там, не просто ты приходишь на тренировку, ну, чтобы для галочки, да, там, что-то там пробегать, там, пропрыгать, там. А ты понимаешь, что у тебя есть цель. Ты пришла, эту тренировку сделала, это в копилочку. То есть это в копилку твоя совершенствование. И, то есть ты видишь, как из года в год, то есть мы вели специальные дневники, да, где могли анализировать. Там, в прошлом году ты вот эту дистанцию приближала вот за столько-то, а сейчас результат лучше, там. Ты прыгнул вот столько-то, а сейчас результат лучше. И ты понимаешь, что работа проделана, да, и она не напрасная, да. И, конечно же, это и физическое совершенствование, то есть там ты вытягиваешься, становишься там подтянутым больше, да. И какая-то уверенность внутренняя в себе появляется. Ну и опять же таки больше складывается, так сказать, доверие тому тренеру, который тренируешься. Это тоже немалово важный аспект. В принципе, там, ну когда ты ходишь обычно в школу, у тебя так не складывается отношение с учителями. Ну то есть пришел, отсидел, пошел. А здесь такой плотный контакт, и ты как бы можешь открываться этому человеку. То есть я думаю, что это в дальнейшем, это, так сказать, способствовало тому, что ты становишься более коммуникабельным, там, открытым, доверчивым человеком. Вообще какие дистанции или какие дисциплины вот лёгкой атлетики вы тренировались, вы занимались? Ну мы специализируемся уже, изначально как бы спорт такой детский-юношеский, он предполагает, что это пока не какая-то направленность, а вот, ну, совершенствуешься во всех, да, и как бы тренер смотрит, где лучше у тебя получается. Но, исходя из того, что у нас был тренер, она специализировалась именно на барьерном беге, ну и плюс гладкие спринтеры, да, у нее были ребята, которые там были также мастерами спорта СССР, вот, и довольно-таки были неплохие результаты. Мы как-то вот определились, что моя дистанция будет, это 400 метров с барьерами. Вот, ну, соответственно, так как эта дистанция только для летнего соревновательного сезона, то есть зимой в помещении там нет такой дистанции, то есть есть только круг, который состоит из 200 метров, либо есть 60 метров с барьерами, да, вот. И, как правило, зимой мы тренировались, бегали, выступали на 400 метров, на 200 метров, то есть как бы такая некая подготовка к основной своей дистанции, которая летом проходит. Да, ну, вообще вот программа у нас об Олимпиаде 80, вот, я понимаю, что мы с вами не были свидетелями живыми, да, этого события, но вот что вы помните? Может быть, тренер рассказывал об этой Олимпиаде, какие-то примеры приводил, чтобы как-то вас вдохновить? Какие-то есть вот у вас воспоминания об этой Олимпиаде? Ну, знаете, у нас всегда у тренера были такие брошюрки, которые были посвящены победителям, призерам той Олимпиады, например, Татьяна Казанкина. И там, то есть целая история от того, как спортсменка там в детстве тренировалась и до того, как она пришла к своему пьедесталу, да, к олимпийской медали. И там, Людмила Кондратьева, то есть все эти книжечки, книжечки, журналы по лёгкой атлетике, они всегда как бы, ну, то есть тренер у нас не просто там готовил физически, да, но и как бы давал понять, что вот есть люди, которые прошли тоже как бы такой, какой некий путь, да, в своей карьере. И как бы завершилось это там удачно, да, благополучно, ну, человек добился того, ради чего он там тренировался. То есть это как-то вдохновляло вас, да? Конечно, это вдохновляло, ты читаешь там историю, как простая девочка там в деревне где-то бегала просто там без шиповок, без всего там по лесам, по лугам, не было там какие-то специализированные базы спортивные или там какой-то тренировочного там отдельного комплекса. И тем не менее, нет, человек вот, ну, поставился отсюда, и она вот тренировалась, ее там заметили, пригласили там, да, и в итоге там она добилась тех высот. Вот. Татьяна, давайте сейчас прервемся и посмотрим сюжет о Олимпиаде 80, которая проходила в Москве. От имени всех спортсменов я обещаю, что мы будем участвовать в этих Олимпийских играх, уважая и соблюдая правила, по которым они проводятся, в истинном спортивном духе, во славу спорта и во имя чести своих команд. Олимпийская клятва спортсменов. Московская Олимпиада стала одной из самых честных. Сегодня допинговые скандалы – типичный спутник крупных соревнований. Поэтому поражает тот факт, что из 645 допинг-тестов на тех играх ни один не показал положительного результата. В Международный Олимпийский комитет не поступило ни одной жалобы, ни одного протеста. Для современного олимпийского движения это уникальный пример. Спортивные рекорды ставились в честной борьбе. Спасибо, Олимпиада! Спасибо, Москва! В Москве царила атмосфера подлинной дружбы и спортивного рыцарства. Благодаря прекрасной организации и истинно-русскому гостеприимству в отношении спортсменов и туристов со всех континентов, Московская Олимпиада навсегда останется в сердцах и памяти людей. Из газеты National Concord, Нигерия. Из завода советских войск в Афганистан игры бойкотировали в различной степени спортсмены более чем 60 страт. Но ничто не помешало ставить новые рекорды. 203 комплекта медалей по 21 виду спорта разыгрывали в Москве. По льву первенства в неофициальном общекомандном зачете получила сборная СССР. Советские спортсмены выиграли 80 золотых, 69 серебряных, 46 бронзовых медалей. Были и такие герои, чьи успехи даже занесены в книгу рекордов Гиннеса. Сын слесаря и работницы Ленинградского завода трансформаторов Александр Дитянин в 9-летнем возрасте начал заниматься гимнастикой. Прогресс спортсмена был стремительным. На молодежных первенствах страны Дитянин выступал по программе кандидатов в мастера спорта. Гимнаст выделял высокий рост и исключительно четкий рисунок движений. В 1980 году Александр выиграл Кубок страны и обеспечил себе место в олимпийской сборной. Именно этот атлет стал одним из главных героев игры. Александр Дитянин является абсолютным чемпионом. Он выиграл тогда самое большое количество медалей – восемь. Три золотые, четыре серебряные, одну бронзовую. Дитянин – единственный в мире гимнаст, который завоевал медали на одних олимпийских играх во всех оцениваемых упражнениях. Чистота, гармоничность, элегантность исполнения привлекала к нему внимание и сделала его лидером. Как сукойщики чистят сукно, выбивая его от пыли, так гимнастика очищает организм. Гиппократ. Мудрый царь Соломон говорил, что коня готовят на день битвы, но победа от Господа. Я знаю, что многие спортсмены, они очень набожные люди, совершают определенные ритуалы перед играми, перед забегами. Вот у вас были какие-то такие религиозные ритуалы, которые вы совершали перед соревнованиями? Но у меня мама была верующая, православная, и она всегда, когда я уезжала на соревнования, она мне всегда говорила, что есть некие живые помощи, она мне всегда говорила, что возьми с собой, возьми с собой, не забудьте. Все время я говорила об этом. Я, конечно, даже не понимала, что там написано, потому что там надписи были нечитаемые. На старославянском языке. Да. Но я знала, что, допустим, я верила, что есть какая-то высшая сила, но как бы как таковой, то есть совсем близко к Духовному я не была знакома. Но я всегда перед стартом, перед разминкой, перед стартом, когда ты бегаешь, я читала всегда молитву, там, «Отче наш», единственную, которую я знала, которая была мне понятна. И я всегда ее читала, в надежде, что я призвала в помощь, что это поможет. И когда там какая-то, пускай незначительная победа, то есть ты все равно как-то, ну, тебе спокойнее внутри, ты понимаешь, что, да, как бы это помогает, это работает. Ну вот спустя годы, как вы смотрите, что это было? Все-таки это была такая необходимость все-таки в поддержке высших сил? Или же это был такой просто вот традицией, которая вот как обеспечивала, вот вы были уверены, что да, это сработает? Это часть вот вашей подготовки к соревнованиям? Нет, я думаю, что в любом случае человеку важно ощущать, что это не напрасно, то есть есть тот, кто может о тебе позаботиться в любой ситуации, да, что твои результаты там на данный момент, пускай это там как-то не совсем высоко, они все равно предсказуемы, то есть и если делать все так же, как запланировано, то будет это только так, как запланировано Богом, да. И, ну, несмотря на это, я понимала, что мне все равно необходима вот эта вот духовная составляющая, какая-то подпитка, да, что вот я помолюсь, и все-таки, значит, я как-то, ну, в связи, да, вот как с тренером ты в связи, так ты в связи с Богом, да, пускай тогда как бы, ну, я не была, так скажем, совсем там в тесных самоотношениях. Далее в программе. Как получилось, что итальянский спортсмен помог сопернику и лишился золотой медали? Возникает тоже такой некий, с одной стороны, некий конфликт, потому что спорт предполагает победу одного над другим, вот, с одной стороны, да. И с другой стороны, у спорта много общего с христианством. В спорте ты должен трудиться, чтобы победить, изнуряющие тренировки, адские тренировки, да, как говорят. И в то же самое время в христианстве вот апостол Павел, он тоже говорит, что мы трудимся, мы работаем, мы не просто бьем воздух, но мы стараемся добиться поставленной цели. Вот для вас спорт, что есть спорт? Нет ли вот конфликта между христианством и спортом в вашем вот мироощущении? Я думаю, что нет конфликта. Здесь в любом случае, если говорить о том, что мы созданы по образу Божию, да, и подобие, и наши тела, это является, как говорят, когда мы занимаемся спортом, спорт это, получается, мы славим тем самым Бога, да. То есть мы развиваемся, да. То есть мы развиваемся, да. То есть мы развиваемся физически, и это как бы параллельно с духовным развитием. Ну вот говорят же, что профессиональный спорт, он, в принципе, для здоровья не очень. То есть как вот тут быть, как это совместить? Ну есть, конечно, да, изнуряющие тренировки, которые, ну и бывают и травмы, да, которые преследуют спортсменов, да, и иногда из них там тяжело выбраться, да, и заново оказаться на том рубеже, с которого ты сошел. Вот, но я считаю, что здесь есть и положительная сторона. То есть спорт все-таки, он занятие спортом, да, если это действительно вот есть цель, и ты как бы занимаешься, это, ну, это тебе помогает в жизни, да, быть решительным, быть там целеустремленным, уверенным, ответственным, то есть самодисциплинированным. То есть больше как бы есть внутренняя самоорганизация. То есть вам лично вот сейчас вот в вашей жизни, в работе это помогает, вы чувствуете, да, что именно это приобрели благодаря спорту? Да, да, и даже мои коллеги замечают, говорят, сразу видно, что Таня занималась спортом, и что вот она мастер спорта, потому что вот поставила задачу, добилась результата. То есть пускай это занимает определенное время, но ты понимаешь, что у тебя есть эта задача, есть эта цель, ты ее как бы пробиваешь, да, и ты добиваешься нужного результата. То есть это всегда как бы не просто цель, и это как бы работа на результат, то есть меня это вдохновляет, скажем так. Но если нет результата, что делаете? Нет, результат, если прикладываются усилия, да, и понятно, что не все зависит от тебя, да, в этом мире, и если ты со своей стороны предприняла все, что возможно, то есть результат, он по-любому будет вопрос, насколько он будет устраивать тебя тоже. То есть Соломон не зря говорил, да, что коня готовят на день битвы, но победу все-таки дает Бог, да. Ну вот что вас вообще вот как спортсмена, человека, который занимался спортом профессионально, да, вот что вас вдохновляет из христианского учения, из Библии, что вот какие-то герои, может быть, примеры, слова, вот что вас сейчас поддерживает на этой такой жизненной дистанции, где вы не 400 метров бежите, но все-таки вы преодолеваете препятствия, это же тоже не так просто. Да, мне нравится стих, я такая вот думала о нем и понимаю, что он такой вдохновляющий для меня, и даже сегодня, и думаю, что может быть вдохновляющим для спортсменов. Он дает утомленному силу, изнемогшему дарует крепость. И бывает, что и юноша ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа поднимут крылья, и петекут, как орлы, упадут и не утомятся, да, пойдут и не устанут. Татьяна, спасибо вам за беседу, и сейчас предлагаю посмотреть заключительный сюжет программы, в котором мы расскажем о случае, который произошел на Олимпиаде 80 в Москве. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Наибольшее впечатление произвел на меня спортивный комплекс «Олимпийский» на проспекте мира. Думаю, он войдет в историю своей монументальностью. Из интервью с Хуаном Антонио Самаранчем, президентом МОК. Большая спортивная арена Лужникова в очередной раз закрыта на реконструкцию. Комплекс готовится к чемпионату мира по футболу в 2018 году. А в 1762 году на месте этого храма спорта стоял храм Тихвинской иконы Божьей Матери. Здесь, в 1817 году, всероссийский император Александр I вместе с супругой и матерью совершили литургию. Однако в советское время религии охотно жертвовали в пользу спорта. Поэтому в 1955 году ничто не помешало храм снести и на его месте построить спорткомплекс. Но спустя полвека в Лужниках вспомнили об исторической постройке и возвели часовню во имя святого равноапостольного князя Владимира. Теперь в Лужниках одновременно есть храм и духа, и тело. Соперничество в настоящем спорте никогда не переходит границу благородства и помощи, даже в отношении соперника. Это были прогулки по Москве. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова